Всем привет дорогие друзья! Доброе утро для меня, для нас. Мы проснулись 15 минут назад, быстренько собрались, попили чаю, почистили зубы и сейчас идем гулять по Припяти. Посмотрим что-нибудь интересное и конечно же покажем вам. Но кто не видел первые две части, обязательно заходите, посмотрите. Особенно первую часть этого нашего похода, точнее нашей поездки. Мы впервые в истории, кто из блогеров, доехали в Припять на мопедах. И это было очень эпично и довольно сложно. Какие у нас были сложности на пути, что мы увидели, что случалось с нашими мопедами. Обязательно смотрите первую часть, ссылочка будет в описании. Ну а мы погнали гулять по Припяти. Вот в этом доме мы друзья остановились, он находится в конце Припяти. Вот, а сейчас мы двигаем собственно гулять. Двигаем в сторону медико-санитарной части. Очень интересное место, хочу там отыскать, покажу вам. Смотрите здесь, люк накрыт, просто накрыт вот такой дверью. Интересно что там. Ого, ребят, там скелет. Это походу какая-то зверушка там застряла. И батарея там лежит, и скелет. Поэтому, наверное, и накрыли какие-то добрые люди, для того, чтобы туда больше не попадало зверей. Ребят, только представьте, целый заброшенный город, в котором жило практически 50 тысяч человек. И теперь здесь никого нету. Теперь здесь дежурят только два человека на контрольно-пропускном пункте. Охранники, которые якобы охраняют этот город, но на самом деле они просто контролируют въезд и выезд из него. Вот. И также осталась водокачка рабочая еще, насколько я знаю. Прачечную специальную, естественно, уже закрыли, я уже показывал на канале. Очень интересное место. Можете посмотреть в видеороликах у меня есть. И все. А так город оживает только когда туристы или сталкеры в него попадают. Друзья, во время походов по Чернобыльской зоне мы проходим колоссальное расстояние. Однажды мои новые часы MS Fit GTR 3 показали целых 55 километров за сутки. Это был поход в самую дальнюю точку Чернобыльской зоны отчуждения, в село Денисович. Вот эти часы люди с опытом поймут, насколько неудобно в условиях похода постоянно искать по карманам телефон, либо доставать его из своего рюкзака. Часы же постоянно на руке. И обладают всеми нужными функциями, которые мне только нужны в походе. Вы можете просматривать уведомления прямо на часах. Будильник, таймер, календарь. Можете даже музыку послушать, посмотреть погоду. Кроме того, есть компас и GPS, который позволяет фиксировать результаты похода и сохранять маршрут. Также, благодаря этим часам, я могу смотреть качество своего сна, общее качество отдыха. Что самое важное, ввиду последних событий, последних двух лет, здесь можно посмотреть уровень вашего сердцебиения, а также уровень кислорода в крови. Это очень полезная функция, которой я постоянно пользуюсь. Мне нравится, что в батарее в часах хватает на 21 день работы. Часы MS Fit GTR 3 не разрядятся во время похода. Друзья, ссылку на эти прекрасные часы я оставляю в описании под этим роликом. Также это отличный вариант для подарка на Новый год. А теперь смотрим дальше видео. Сегодня уже погода пасмурная, стало немного потеплее, примерно минус 1 градус. Идем по вот таким вот тропинкам внутри микрорайона, для того, чтобы, естественно, не спалиться, не попасться ментам. Вот зимой реально ощущаешь, что это заброшенный город. Ни туристов, ни сталкеров, даже следов на снегу нет. Вот мы идем, и только после нас остаются следы. Полная тишина вообще, даже ни ветра, ничего. Полнейшая, знаете, такая гробовая тишина. Идем мимо квартиры Суперсуса. Вообще квартиры несложно искать по Припяти, сталкерские. Самое первое, это по мусору где-то под подъездом. По запаху, да. Зимой тут и не поймешь, где дорожки были. Летом оно как-то видно более-менее. Видите, вообще никаких следов нет. Даже следов животных. Вот, друзья, мы идем сейчас по улице Спортивная, по которой мы вчера ездили на своих мопедах. И следов уже вообще нет. То есть уже даже никто и не поймет, из полицейских и других людей, кто здесь будет, что тут на мопедах кто-то ездил. Ну, уже видео, наверное, увидели. Или только по видео могут понять. Сейчас мы идем в еще один дворик. Где раньше была чудесная хата, но уже она запалена полицейскими. Ну, я не перестану наслаждаться атмосферой. Но надо очень аккуратно ходить по городу. Видите, какие люки есть. Можно туда угодить, если завтыкать немножко. Засмотреться куда-то. Я так понял, что мародеры просто брали эти крышки и увозили, сдавали на металл. Чтобы по всему городу открытые люки стоят. Сейчас мы гуляем по территории медико-санитарной части номер 126. И, судя по карте, здесь должно быть несколько частных домов. Я бы очень хотел их отыскать и посмотреть, что в них внутри. Думаю, друзья, вам тоже это интересно. Поэтому вот в этой вот заснеженной атмосфере. А, вон, кстати, уже домик выглядывает. Все. Сейчас вот туда как раз и идем. Вон, видите? Нашли здесь частные дома. Скорее всего, они тоже относились к городу Припять. Интересно зайти посмотреть, что в них сохранилось. По частным домам так же интересно гулять, как и по квартирам заброшенным города. В каждой квартире можно что-то интересное найти. О, пленка. Она уже сильно выцвешшая. Вообще интересно по-находить пленки разные, где, может, кадры из Припяти. Плитка даже осталась. Люстра. Новогодняя какая-то игрушка висит. Смотрите, какой крюк. Наверное, к машине привязывали такой крюк, трос. И открывали разные замки там в гаражах. О, тут велосипед детский. Остатки от него. Стульчик. Печь была. Смотрите, какая классная. Причем она на вид практически целая. Вот здесь, если заделать дырку. Галечек. Вот так вот, представляете, друзья, жили себе люди и даже не подозревали о том, что случится, что им придется их насильно отсюда просто вывезут и поселят в другом месте. Не хотелось бы, чтобы где-то еще когда-то такое вообще повторилось. Такая авария, которая оставила бы после себя такие вымершие радиоактивные земли. Поэтому всегда оцените то, что у вас есть. Те люди, которые поулежали отсюда из этой зоны, они очень скучали за своими родными домами. О, это ж колонка была. Да, колоночка была. ведро рядом с ней лежит. Ого, так тут дрова сложим. Дрова еще с времен аварии, представляете, больше 35 лет здесь лежат. Я уверен, что заражены радиацией. Да, я не ошибся, видите, 300 микрорентген. Если такими дровами топить и вдыхать то, что то, что сгорает, то можно себе заработать очень тяжелые заболевания легких. Поэтому эти дрова пусть лежат. Вон, кстати, будочка для собаки. Собака была здесь. Здесь различные сарайные пристройки. Такой, видите, сарай. Маленькое такое. И больше, 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 больше. Видите, лесенкой шло. Это похоже, что камера. Да, видите, камера. пробитая, правда, у меня вода внутри. Для этих кирпичей хватит еще один дом построить. Да. Было бы прикольно построить какой-то такой небольшой домик в Припяти. Вот еще один дом выглядит, он довольно-таки неплохо. Сейчас зайдем посмотрим. Что там, что там, Влад? Шилая хата. Да? Тут слушай, тут тепло. Блин, а там точно никого нет? Чувак, офигеть, тут тепло и тут офигеть. Сука, думаешь, что какой-то отшельник живет в Припятске или стал? Не знаю, главное, чтобы не полицейские. Может, полицейские могут жить тут? Ну, хотя, ребят, может, какой-то отшельник живет, давай, здесь. Ну, тут, даже не знаю, насколько давно тут был кто-то. Токраски и книжки. Ну, здесь довольно тепло. Здесь не то, что здесь конкретно теплее, дымоход сюда тупил и хата бы струкнулась. этот человек может вернуться. Радиация, Не знаю. Это было бы круто и страшно. Ну, немного есть превышение. Ребят, если здесь живет человек, он живет в очень большом фоне, потому что фон здесь 70. Тут разные документы, смотри. Удостоверение Министерства обороны, смотри. Министерства обороны? Да. Военный какой-то жил? Военный какой-то жил, походу. Миранчук? Да. В 1978 году он получил это 78 год. Получил это 26. Смотри, я замечаю, что 26 это мая, 26 декабря. Часло 26. 26 как-то прифигурировал очень сильно. Да, да, да. Картошка? Картошка? Серьезно? Блин, может, реально начальнику это живет? Очень мало вроде. Походу, реально. Ну, вот эта фигня вот это сталкеры обычно делают. Ребята, судя по тому, сколько здесь фотографов, для всех может. 70 микрорентген, 80, норма 30. ну, я думаю, что мы сейчас посидим, покушаем. Думаешь, здесь остановиться? Я думаю, да, на 10 минут думаю, нас здесь не запалят. Фотографии какие-то. да, я думаю, припятские, сначала думают и шестнари, а это вообще не припяти. Ну, советские города разные, фотографированные, разные достопримечательности советских городов. Это со сказок, ключ, возможно, даже от этого дома. Вот фотографии, скорее всего, бывших жильцов. Ну, Анатолий, вот это жил, видишь, тут письмо будет открыть. Крепко-крепко целую, Таня, видите, писала. Смотри. Это шо, Киев? Это ж Киев, в почтам Киева. Киев, ребят, прикольно. Советский Киев. Наверное, году 70-х. Это Майдан, как раз, вот где сейчас. Майдан, заезд, КП, СС. Да, нет, к сожалению, главпаштан. Офигеть, какие в первый раз вижу здесь, на фотках. Да, возможно, что семья их, видишь. Ну, там, какие-то вот, воины, воины в гостях детей. 85-й год. Просто открыточка, наверное, 9-го мая. Вот, вот, видишь, советский мир изображен, типа, якобы полностью. Ага, да. В планах было полностью. Сербы молотом всемиром. Полностью весь мир делает советский. Свечка. мне что-то кажется, что здесь кто-то периодически живет. Да, я думаю... Главное, чтобы не милиция, а не полиция. Полиция сюда, товарищ пешком будет ходить. Думаю, либо какой-то отшельник, в чем очень вряд ли, хотя, в Чернобыле, может быть, все, либо сталкивает, потому что, вот, видишь, газовый баллон. Мы решили здесь немного остановиться, в этом доме, несмотря на опасность, что могут прийти те, кто здесь живет. Я бы хотел пообщаться с отчальником, если здесь реально какой-то отчальник. Главное, чтобы он был не больной на голову. Разные люди есть в Чернобыле, которые живут. Так, у меня остался хлеб. Редбул, как ни странно. Все-таки есть плюсы, когда заезжаешь на транспорте, можно что-то тяжелое с собой брать, и не очень нужное. Ну что самое неприятное здесь, что здесь немножко фонит. Да, тут люди живут, которые тогда фонит. Даже если ты расстаешься на ночном, мне быстрее набор, знаешь, оставаться. Ну да, что у нас тут из еды осталось? О, ролл там. Шир. Перекусили. Будем идти, наверное, к мопедам. Да, будем выезжать из Припяти. Спасибо этому дому. Не знаю, чей он, но он классный. Здесь не жило довольно серьезно. И это огромный минус, потому что от нас остаются следы, по которым нас могут вычислить полицейские. Сейчас мы проходим мимо такого, на первый взгляд, недостроенного здания. на самом деле это была полностью действующая школа номер 4. Сейчас она полностью пустая. Весь инвентарь школьный был вывезен в действующую школу. Тут город, куда выселили людей. Да, панорамные стекла были классные здесь. Вообще, все пять школ в Припяти были полностью разные по архитектуре. Вообще, считалось, что Припять построена была по самым современным архитектурным мыслям. Сызыском, так сказать. Ну, собственно, и уровень радиации. 50 микрорентген в час. 60. Вот, норма до 30, считается. это небольшое превышение. Здесь пятна, как будто тут квадратно по земле идет. Да, видите, лежит снег, а здесь такое пятно. Тут теплее почему-то, не знаю, на этом месте. Аномальный круг. Блин, зимой столько всего видно по Припяти, чего летом просто не замечаешь из-за зарослей. Четвертый микрорайон города Припять. Видите, какой длинный дом волновой, его клюшка называли припетчане. Сверху, если посмотреть, со спутника, то он клюшку напоминает. Это считается самый сталкерский район. Здесь полицейские просто постоянно тусуются, ищут сталкеров. Не знаю, как зимой, правда. Мне кажется, что мы вообще единственные сталкеры. Сейчас. Яблочко вот тут. Сейчас мы приближаемся к Семиходскому старику. Это озеро, которое находится за Припятью. Что-то я так и не понял, оно замерзло или нет. В принципе, небольшие морозы были. Замерзло, как ты думаешь? Нет, конечно. Нет? Нет. Я помню, что мы здесь когда-то купались. А нет, замерзло чуть-чуть. Что это за штука лежит? Что это за штука лежит такая? Сейчас бы интересно было бы, наверное, зимнюю рыбалочку здесь устроить. Но у нас никаких нету с собой снастей. Да и это законом запрещено. Как вы думаете, тут много рыбы водится в этом? Да, интересно было бы, наверное, здесь на рыбалочку сюда сходить. Просто реально чисто спортивный интерес. Не то, чтобы там... Эту рыбу нельзя употреблять в пищу. Вообще с собой брать куда-то и выносить, потому что это уголовная ответственность за это. А вот просто закинуть удочку и посмотреть, как здесь клюет реально или там спиннинг поблеснить, походить. Я думаю, было бы очень интересно. Не-не-не, не гони. Трещина пошла, да? Да. Ну, короче, я не знаю, я думаю, через, наверное, через месяцок я осуществлю свою мечту, возьму сюда коньки и просто, по-главному, вот перед пристанью проедусь на коньках, ребят. Ну, мне кажется, сантиметров 5 в максимуме, то может быть даже 3-4. Сейчас мы его попробуем пробить, проверить. Опа! Видишь, вообще, еле-еле лед. Тоненький. Да, вот такая толщина льда. В принципе, вполне безопасный. Ну, как-то безопасный для того, чтобы не провалиться ближайшие параметры, если тут окажутся случайно. Мы же на мопедах тут проедемся. На мопедах по льду! Ребят, как он где на мопедах по льду? А я думаю, это хорошая идея. На серединку, да, прикинь, менты приходят, а мы там стоим. По льду на мопедах, слушают, реально будет классный кадр. Друзья, как вам идея? Если хотите, чтобы вы на мопедах проехались, ставьте лайкос, я думаю, как-нибудь это осуществим. Интересно, нас двоих выдержит? Нет, я двоих не знаю. Кстати, смотри, лед двоих-то выдерживает? Да. Ну, в баню, я пошел оттуда. И вот сейчас проходим уже к последним домам Припяти. То есть, смотрите, какие тоже, то ли бытовка, то ли что это было, непонятно. Вот, видите, тут даже батареи были, баллон с газом бывший. Какие-то ящички с землей. Ну, вот тут фонит внутри, видите, 200. Горшочек с землей. Ну, тут рядом была экспериментальная ферма, не ферм, а экспериментальное хозяйство, на котором изучали влияние радиации на растения. Тут огромнейшая такая оранжерея есть. Видите, умывальнички сложили. Это деталюшки. Ну, тут везде превышение, видите, даже в помещениях. Вон, и там тоже целый ряд этих домиков. На улице радиация тоже довольно сильно повышена. Какой-то прицеп стоит. Я бывал тут и летом, но летом тут много чего не видно из-за того, что зараз. Вот, видите, какой прицеп. К грузовику, наверное. Причем, какая-то цепная вот. Что, Влад буржуйку нашел? Что, Влад буржуйку нашел? Да, была бы у нас такая буржуйка сегодня в квартире в Припяти. Мы бы согрелись. О, нифига себе, вот мопеды советские. Обалдеть. Вот это мы место нашли, нифига себе. Если мы купим муравей, то у нас здесь будут почти все запчасти. Офигеть, а руль? Ребят, у кого был муравей? Такой мопед. Я бы очень хотел бы такой купить только на ходу. Но он непроходимый. Для Припяти, мне кажется, он не поконяет. Проходим, а чем он? Амортизаторы у него такие неплохие. А вон там Рига. Друзья, пишите в комментарии, какой лучше мопед взять для Чернобыльской зоны. Я имею ввиду советский. Муравей, Рига или Карпаты. Или еще какой-нибудь посоветуйте в комментарии. Ну и вот самое интересное для меня в этом углу это мопед Рига. Смотри, у него даже сигнализация, не сигнализация, бибика загнилась. Да, сидушечка, смотри, как загнила. Ага. Багажник. Мне кажется, он для зоны Рига вообще отлично был. Найти в хорошем состоянии. Но у него, видишь, у него спереди. Хотя у него может какие-то галинные склады тоненькие. Да, но он сам по себе вишку тоненький. Между деревьями где-то там по лесу пройти. И он легче, чем наши. Хотя хрен его знает. Как вы думаете, подойдет вообще Рига для Чернобыльской зоны? Надо скорее валить из города, пока не набило много снега. Они начали у нас охоту. Да, следы остаются. Если полицейские их увидят, то они будут по-любому идти за по ним. Блин, там только что какой-то свет видел, так что идем наверное быстрее с дороги. Да, промелькнул. Мы уже здесь с фонариком фото, или машина ехала. А там дальше еще есть следы от наших мопедов. Это ментов вообще очень выбесили, если они увидят. Ты что, они же подумают, что мы мародерли охотники, нас же будет занимать бальгитов. Я надеюсь, нам удастся выбраться. Сейчас мы идем за нашими мопедами. Будем надеяться, что все нормально, потому что мы их спрятали немножко в палевном месте, где бывают и туристы, и сталкеры, и полицейские. Слушай, это же не наши следы, мы другой дорогой шли. Утром шел снег, и ты не сильно прикидал, будто знаешь, что недавно приходилось. Я надеюсь, это не следы к нашим мопедам, чужие. И знаете, что еще, какая у меня мысль появилась? Такая, что мы приехали на мопедах, да, но на мопедах все время, пока существует зона, ездили только один класс людей, и это были мародеры. И об этом хорошо известно полицейским. То есть, сталкеры не ездят на мопедах. И самое печальное, что может быть, если нас заметят именно на мопедах, нас могут принимать не как сталкеров, а как бандитов, как мародеров. То есть, жестко. Вот это вот еще очень расстраивает. Хотя мы приехали, вы сами понимаете, чисто с экскурсионной целью просто посмотреть на город и добраться просто таким способом на колесах, на мопедах. Ничего плохого не делать. Мы перепрятали вчера мопеды с подъезда пятиэтажки на территорию завода Юпитер. В одно очень секретное место. Надеемся, что их там никто не нашел. Потому как я в первой части видео говорил, если наши мопеды найдут, либо нас поймают на этих мопедах, то мопеды у нас конфискуют. В любом случае. Все те, кто ездил на транспорте, никто не смог пока что забрать свой транспорт. Это не мотоцикл, ни мопеды, ни автомобили, которые нелегально заехали в зону. Тихонечко подберемся, заведем и будем ехать. Уже скоро скоро стемнеет, так что держите за насколочки. Красиво. Блин, это сегодняшние следы, мне кажется. Сходишь? Мне кажется, да. Ну, утреннее разу, что лучше. Тихо, тихо. Это машина, да? Да, шум где-то. Недалеко пришел. Да, вчера была одна колея, сегодня уже несколько. То есть, ну, я надеюсь, что это туристы, а не полицейские. Вот он, секретный завод Юпитер, который в советское время был засекречен. Здесь делали многие изделия, которые до сих пор неизвестны. Ну, работал завод на оборонную промышленность. Они практически все были такие. То есть, официально завод производил запчасти для бытовых магнитофонов, кассетных, пленочных. Но, если ты видишь размер завода, он просто огромный, ты понимаешь, что здесь производили далеко не запчасти к видео и кассетным магнитофонам, пленочным. Посмотрите, какой забор серьезный. Эх, помню этот завод по игре залка. А вы помните такое место с игры, кто играет в игру? Тут, наверное, у людей с фобией кластерных дыр. Наверное, здесь будет не по себе себя чувствовать. Потому что это действительно какое место с множеством просто этих дырочек. Вот, а мы сейчас идем мимо цеха, пробираемся к нашему, так сказать, гаражу, где мы оставили мемпеды. Знаешь, что меня смущает? Мы когда шли тут вчера, по-моему, не было таблички. Нет, мы же мемпеды другую сторону завозили. А, точно. Да, это для легальных туристов, чтобы они не заходили в здание. Потому что одно, один из цехов уже обвалилась крыша. Давай тихонечко здесь. Да, кстати, мы хотели после того, как с подъезда убрали свои мемпеды, хотели спрятать их вот здесь в гаражах. Что, Влад, посмотришь, да? Вроде тихо. Погоди, там шуршает что-то. Может, это животное? Что там? Там люди. На. Что такое за пыль? Капец, я уже не могу убежать. И что, увидели тебя? Кто это? Кто это был? Мультикам. Мультикам? Это либо мародер, либо менты. Да, понял, я такой смотрел по врачу Гуглиска. На мой сторону, я не знаю, если они не заметили, то они будут задолбиться, потому что там, где-то комопеды прям ходили в здание. Помнишь, мы их заметили? Блин, они их нашли, мне кажется. Блин, ребята, я не знаю, что делать. Мне очень жалко комопеды. И что они там делают? Неужели не следу видели? Ну смотри, мы вчера когда вокруг здания мы специально покружились, чтобы цены занести. Вы не догадались, может они не подумали, что мы там заныкали? Блин, полицейские тоже не дураки. Ребята, я не знаю, что делать. У нас запасы провизии реально до вечера. Ну максимум, не знаю, идти нам дня полтора пешком. Так что, думаешь, будем выходить пешком? Придется пешком походу выходить. Процента 90, что их забрали, нашли? Мне кажется, что они их нашли и они просто нас ждут. Ну смотри, они ходили возле гаража. Мы уже и не нашли. Скорее всего, они нашли еще, они бы заныкались. Если бы они нашли, то они бы заныкались. Либо они просто последуют. Я не хочу отдавать мопед полицейским. Либо мародерам поганым. Это вообще муд, мародеры какие-то быть. Поехали. Мы уже попробуем переждать сейчас где-то, да придем вечером. Думаешь, переждать будет нормально? Я думаю, что они будут с ним нашли мопеды, или они, понимаешь, они нас, во-первых, думают какие-то браконьеры или мародеры. То есть у нас еще жестче будет искать. Я думаю, лучше свалить. Вот как можно дальше вот Припять, даже в середине это переждать. Я уже готов провтыкаться на среднем. Да, валим. Блин, вот этого, ребят, я тупо не ожидал, конечно. Вроде как, все хорошо было. И тут на тебе. Походу, все наши удачи использовали, пока ехали сюда. Никого. Блин, если они тебя увидели, они сейчас засады выставят на выходах из города. Понял? Такое ощущение, что я с ним рядом пересекся, но было. Блин, вот реально, Влад, спрятали бы мы в этих гаражах и, наверное, не было бы такого. Они в таких чигарях находятся, эти гаражи. Нифига себе, тут подвал, там подвал. Мародеры, видишь, кстати, выпаливали оплет. Бур, смотри какой. Может, за зимней рыбалкой взять его в такой, пробурить. Ребята, я не знаю, я всю поездку был с хорошим настроением, но теперь мне реально грустно. Мне так, я уже просто, не знаю, прилип душой к этому мопеду. Я буду по нему очень скучать. хорошо, хоть я ключ забрал. Да, даже если его нашли, то мародерам или полицейским придется повозиться, чтобы его завести. Да, вот наш след от мопеда, видите, вот такой лузенький. Смотрите, какое стекло интересное. Оно тяжелое довольно, это свинцованное стекло. Раньше вот такими вот стеклами защищали работников КПП, охрану, от гамма-лучей, которые пробивали отсюда земли. Ладно, пора выбираться из города. У меня все-таки остается еще надежда на то, что не нашли нашу технику и она нас дождется, мы вернемся за ней обязательно. Нам зона дала доехать до Припяти, это мало кому дается. А прикинь, это нашли какие-то сталкеры или блогеры и мы на всем видео увидим, что нашли мопед, кто-то нашел мопед и снял видео. Такое ощущение, что вот-вот выбежут нас полицейские и нас поймают. Вообще полная тишина. Обычно не бывает. Но если все ок, то мы уже просто выходим из Припяти и будем через Рижий лес идти. Рижего леса очень боятся полицейские, они туда не ходят просто так. Думаю, что даже за нами не пойдут в Рыжик. Там фонит капец. Друзья, смотрите, прямо возле рыжего леса находится вот такая техника заброшенная. Остатки техники. Идти нереально сложно. Снега выпало достаточно много. Радиация уже начинает повышаться. Дальше там будет еще больше. Типа какой-то трактор был. Или будет озер. Или будет озер. Смотри, видишь, зеленая отгузисть. Имры. Имры, Похоже. ребят. Ого, гусеницы какие-то. Они, наверное, сонят капец. Дальше нам предстоит тяжелый путь по снежному лесу. Очень радиоактивный. Ого, ребят, машина. Офигеть. Такое ощущение, что она еще совсем недавно ездила. Посмотрите, окна целые. Офигеть. Обалдеть. Прикинь ее восстановить и поехать на ней. А, двигателя нету, да, уже? Вот это да. Ну, тут, фонит сильно. Смотрите, при норме в 30 тут 800. И в самой машине тоже фон. Офигеть, салон, посмотрите, как выглядит. Вот это да. Руля уже, конечно, нету. Это газель, да. Кое-какая приборка осталась. Офигеть, я еще таких не находил машин заброшенных. Двигателя уже нету. А вот он, друзья, настоящий рыжий лес. У меня уже села камера. Последние проценты заряда на камере. Не знаю, это жесть, честно говоря. Идти гораздо тяжелее, чем летом, весной, осенью. По снегу это просто капец. Вага не так холодно, как ожидалось. Ноги уже мокрые. А идти нам еще где-то 30 километров. Мы уже почти прошли этот рыжий лес. В принципе. Но нам еще идти капец сколько. Я уставший просто капец. Мы подходим к колючей прололке. Надеюсь, нас здесь никто не ждет. Надеюсь, что удача полностью нам улыбается. Принес, принес. Угу. Пока уже не включим. Мы выпали. Мы это сделали. Все. Сона, пока. Спасибо за все. Я не знаю, каким чудом нас не поймали. Ребята, я надеюсь, вам понравилось. Обязательно пересмотрите первую часть. Там вся жесть, как мы добирались в Припять на мопедах. Это нереально интересно. Спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь на этот канал, на канал Лада Рязнова. У него очень интересные видео из Чернобыля. Жмите колокольчик и подписывайтесь. Обязательно колокольчик, потому что YouTube блокирует стартовки канала, поэтому нужна помощь. Удар у нас будет еще более крутые проекты. Мы уставшие, идем на автобус. Но мопеды жалко, да, конечно. Ну, что я вам, друзья, хочу сказать вообще по этой поездке на мопедах. Это, конечно же, уникальный и очень ценный опыт для меня. Это довольно экстремальная поездка была. В первую очередь, потому что она была зимой. Потому как дорога в основном вся была во льду. Ехать было постоянно. Ну, то есть ты постоянно едешь и едешь в напряжении на мопеде. То есть ты не можешь расслабиться и чисто вот получать от этого удовольствие, потому что ты постоянно должен держать равновесие и тебя время от времени заносит. Тебе нужно удерживать мопед. Я даже один раз немного упал. Слава Богу, на маленькой скорости и совершенно не почувствовал, ничего даже синяков не набил, просто себе встал и поехал дальше. В ад упал раз пять, наверное. Ну, вообще я реально кайфанул. Вообще, в принципе, от того, что нам удалось доехать до Припяти, зона нас все-таки пустила и полицейские каким-то образом нас не увидели. А вообще они работают в зоне довольно хорошо. У меня уже за 10 лет, уже 11-й год походов моих пошел в зону, меня уже больше 10 раз ловили. То есть 10 или 11 я уже сбился со счетов. То есть примерно раз в год меня ловят полицейские. Хотя я хожу очень осторожно. То есть есть сталкеры, которые прям вообще не переживают за безопасность, ходят по улицам, там, да, то есть не так, как мы по лесам, там, не ходим по дорогам, там, в основном, да, по асфальту. Вот. И все равно ловят, поэтому работают довольно хорошо. То есть у нас это чисто везение вообще. Нам повезло просто, что мы смогли сюда доехать. Я думаю, что второй такой раз уже нам так не повезет.